Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий актуальнейший вопрос. Почему Великий пост называют Великим постом? Потому что, друзья мои, по-настоящему Великий пост — это вам не прождественский, неуспенский пост. Издревле Великим постом не ели ничего. И даже друг друга, заметьте. А то мы мясо не едим, а каннибализмом духовным занимаемся вовсю. Родственников, сослуживцев, подчиненных сосвету съедаем. Это тоже очень важный момент. Раздражайтесь из-за голодухи. Не срывайтесь на окружающих. Ты будешь праведником, если, будучи голодным, или просто злым от того, что любимое блюдо не ешь, не будешь срываться на детях, на мужа или на сослуживцах. Да или просто на человеке, который тебе в метро на любимую мозоль наступил. Так вот, в древности в Великом посту не ели ничего. Чуть-чуть водички, чуть-чуть хлебушку вечерочком, сухариков. И молитва, молитва, молитва. Он возник в монастырской среде в основном. Вот в таком виде, в котором мы видим его в уставе. Раньше, в II веке, он был определен для людей, желающих принять крещение на Пасху. Оглашенные готовились к крещению полтора месяца, постом, молитвой, посещением богослужений, изучением церковного устава, правил жизни и молитвы, чтением Писания. И со временем просто к постящимся оглашенным присоединились их друзья-христиане. Ну, как это так? Мой друг постится, а я тут мясо ем. На его же глазах. Уже ли это все на ведур друг у друга? В древних городах. Итак, вот из солидарности с друзьями, которые должны были принять на Пасху крещение, в субботу великую крестились в основном, отголоски этих событий до сих пор сохранились в богослужебном уставе в Великой субботе. И солидарности с оглашенными начали поститься и те, кто уже крещен. А монашество, возникшее в IV веке, восприняло эту традицию и на 40 дней уходили в пустыню, вкушали то незначительное количество, которое с собой брали, и постились, вспоминая 40-дневный пост Христа перед искушением от дьявола в пустыне. Хорош традиция, замечательная. Только голодный человек лучше понимает, кто он есть. А вот это замечательное качество смиренно-мудрия начинает проявляться. Тонкости которого, если не ошибаюсь, хорошо описаны в 25-й главе Лествицы Иоанна Лесточника. Почитайте на досуге. Вот и мы молимся об этом каждый день о смиренно-мудрии. А что оно такое, сами не понимаем. Так вот, пост Великий, потому что большой, тяжелый, непростой, созерцательный, тяжело переносимый, физически, может, даже психологически. Поэтому Великий. В Рождественске тоже по дням же, тоже 40 дней. Но он проще по уставу. Это сложнее. Тем более, службы, которые должен посещать православный христианин в эти дни, намного больше, чем другие посты. Уникальных, неповторимых, своеобразных, долгих. На Первой Седмице Великого Поста или другие преждесвященные даров. Особняком стоит Страстная Седмица с ее непростыми, но невероятно. Возвышенными богослужениями. Все это составляет Святую Четыридесятницу, которую мы называем постом Великим. Великий может быть Святой, Василий Великий, Афанасий Великий. Великий может быть какой-то император. И этот пост это царь всех постов. Он из всех постов больше всех дает нам сил быть святыми. Пусть каждый из нас благодать этого поста восприимет, преумножит и сохранит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok